Бердск – первый город в России, где предметом юридического спора стал единый комплекс недвижимости протяженностью около километра. Речь идет о нескольких земельных участках на побережье города, арендованных известным в городе бизнесменом. Почему у нас нет набережной, этот вопрос уже давно обсуждают городской администрации. Народные избранники на заседании Комитета по промышленности, предпринимательству и землепользованию также обсудили актуальный вопрос. Одной из основных тем заседания Комитета было рассмотрение обращения в полицию Бердска по земельному участку Александра Илющенко, территории земель Бердской набережной, где расположен единый недвижимый комплекс. Вопрос о возвращении набережной обсуждается давно. Ситуация сложная. Ранее администрация обратилась в прокуратуру города, приложив результаты проведенной экспертизы. С прокуратуры пришел ответ, что возбуждено уголовное дело, что оно на сегодняшний день еще рассматривается. В рамках уголовного дела назначена экспертиза на предмет возможности отнесения объекта к недвижимости к ЕНК, проведение которой не завершено. То есть, то, что сделала администрация, они говорят, что это не государственная экспертиза, а государственная экспертиза сейчас делается в рамках уголовного дела. Поэтому прокуратура нам отказала выступить с иском о прекращении зарегистрированного за Илющенко права собственности на единственный недвижимый комплекс до принятия процессуального решения по уголовному делу. Отметим, что уголовное дело рассматривается с 24 декабря 2019 года, в связи с чем было предложено написать обращение в ОМВД по городу Бердску с приложением экспертизы и просьбой ускорить рассмотрение этого дела. Вместе с этим принято решение пригласить на следующее заседание комитета начальника полиции Владимира Соколова. Члены комитета также рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет Бердска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поскольку из-за введения режима повышенной готовности ряд доходных статей бюджета сократился, приглашенные на заседание начальник УКС Антон Антонов и директор МКУ ЖКХ Максим Савбанов внесли свои предложения по включению в бюджет ряда статей по их структурам. У нас на приоритетные расходы деньги есть, то есть зарплатная часть, да, коммуналка, топливо, коммуналка, все это есть. Песко-соляная смесь заготовлена, все это сделано. У нас будет не хватать денег на программу, на наем кого-то. То есть на коммерческие использования, то есть нанять, допустим, ямочный ремонт у нас может пострадать очень сильно. Но опять же мы будем ждать, как ситуация будет меняться. В данные, как бы сейчас мы просто должны понимать, что у нас сократились. Членами комитета в рамках рассмотрения всех предложений будут внесены изменения, которые решено вынести на голосование на следующей сессии народных депутатов.